Возвестить волю Божию, православные проповедники, что написано в этой книге, за то, что творится здесь, и возвестить самую великую радостную весть, что Иисус умер за грехи людей. Я вас перебью на секундочку. Я сейчас просто в шоке. Я первый раз такое в чат-рулетке вижу, на самом деле. Ну, если у вас будет желание дальше встретиться, у нас очень огромные ресурсы в интернете. Вы два слова запишите себе, Игнатий Лапкин, это я. То есть секта у вас, да, какая-то, получается? Не секта. Секты, во-первых, не крестятся, у вас знаний никаких нету. Это означает православные. Разбородой, это означает, что я не иду по стихиям мира. Только внешне знающий человек, он сразу определит, кто я. Глубоко берёте, глубоко берёте. Ну, вам будет очень, очень и очень интересно. Запишите себе два слова. Вот у меня есть канал. Канал есть, видеоканал в Ютубе. У него 20 тысяч наших роликов. 20 тысяч. Ну, как канал-то называется? Во свете Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во, а вы мне поможете брось наркотики? Давайте, пишите, потом дальше поговорим. Нет, подождите, вы мне наркотики поможете бросить? Я вот дальше поговорим, вы узнаете. Ну, слушай, поговорим. Ну, мне так не годится. То есть, вам это не надо, да? Вы променяли на наркотики жизнь вечную. Материться начнёте сейчас? Нет, не начну. Я не опущусь. Я, наоборот, я хочу от вас получить поддержку. Так, тот, кто себя убивает, называется самоубийца, суицид. Эти люди сразу идут в ад, им покаяния нету. Ну, неправда, я же ещё не мёртв, я пока ещё жив. Но вы пить должны были, я узнал, что нигде больше этого нету пили. Я говорю, зачем пьёте? Потому что вы думаете, даже на уровне бессознания, погасить гиенский огонь, который вам угрожает за неверие ваше. И вы всё глотаете и хлюпаете. Я говорю, я вёл занятия... Я просто говорю, я вёл занятия в пяти университетах. За 18 лет не позволил стакан на кафедру поставить. А вы знаете такого историка, как Евгений Панасьев? Нужно знать то, что это потребуется мне на суде Божьем. А ненужное знание – это лишний балласт. А скажите, а что у вас на голове? У меня на голове фуражка. Фуражка? Ну, увидели. А праздничный флаг России? Я вам объясняю, что это подсвет российского флага. Красная полоса означает «все рождаемся в крови». Это единственный в мире флаг, который говорит о жизни, будущей. Дальше. Все должны думать о небе. Синее небо меня так манит. И белый-белый престол на суде Божьем, который говорится в откровении. 21 глава. Как вы к нашему действующему президенту относитесь? Вот я сейчас просмотрел, как он федеральному собранию, там выступали, говорили. Тяжело-тяжело. Вы перебиваете, ничего нельзя сказать. Вопрос кратко задаётся. А чтобы ответить, я должен был учиться. И учиться не один день, два, а 58 лет. А мне 81 год идёт. Так вот, мы молимся каждое утро. Господи, в разуме правитель... Вы ответили на вопрос, как вы относитесь к Владимиру Владимировичу. Я отвечаю. Давайте, скорее, заливайте. Как относитесь к Владимиру Владимировичу? Я отвечаю. Мы каждый день молимся за них, чтобы не было покушения на них. Чтобы Бог дал мудрые законы издавать. Чтобы дали достойно жить людям. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Мы каждый день молимся за него. Его имя поминаем. А что после него будет? Что дальше? Я вам ответил. Вы не яритесь. Вы не успеваете обдумать, как легкомысленная женщина. Вам сказали. Вам это не надо. У вас вид такой, как обкуренные. Машете руками тут. Всё пока. Так я же в облаке сознался. Так, я вам ответил на вопросы, не задав ни одного. Я один вопрос вам задам, и вы не ответите. Ну, задавайте, хорошо. Почему вы бороду бреете под каблучники? Зачем ты трогаешь образ Божий? Ну, ещё смещусь. Мне так нравится. Мне нравится чистый лик, понимаешь? Нравится. А там тебе не принадлежит твоё лицо. Бог сотворил этот храм. Ну, понимаете, вы всего лишь толстый тролль, да? И, во-первых, вы противоречите самому себе, да? Я только что вас спрашивал про Владимира Владимировича, да? А Владимир Владимирович у нас что, с бородой, что ли, да? Я вам ответил. Нам указано. Молиться. А что? Так, всё, не надо больше. Вы не способны слушать. Когда протрязываетесь, вы мне позвоните по скайпу. Игнатий Лапкин. Я поговорю с вами тогда. У вас нет уважения к собеседнику. А вы моложе меня раза в три. А вы не можете логически... Так, всё, пока, пока. Написано перед свиньями, не мещите жемчуг. Иначе обратятся и пожрут вас. Вот так вот. Начнёте ещё. Нет, нет, Матерь. Ну, так встаньте нормально поговорить. Чё вы заливаете? Этой водой гиенский огонь не зальёте. Блудники в огне будут гореть. Чё? Я вам разрешаю волю Божию, а не свои вымыслы. А? Сядьте прямо, не валяйтесь. Женщины вонючие сразили вас. Мы лучше поваляемся. Пока есть возможность, мы лучше поваляемся. Мы грехов своих не стыдимся. То есть вам не стыдно, если вы материться будете, да? Нет, мы вообще-то не матерились. Ну, будете, если я буду говорить. Вы не можете ответить... Для человека это ненормально. Это ненормально, что вы пьёте непрерывно. А пьёте потому, что думаете загасить гиенский огонь, который Бог угрожает. А, нет, нет. Мы пьём, потому что... Это все пьёт, не один вы. Нигде этого нету больше. Я говорю в одном... Я в пяти университетах вёл занятия в 18 лет. И не позволил стакан на кафедру поставить. А вам нужды нету. Но мы пьём нечасто. Раз в день, не больше. Вы не можете. Вы сами не понимаете. Это на другом уровне. Мы можем. Мы всё можем. Так, у вас вопросов нету по спасению души своей. А вы можете спасти мою душу? Я могу ответить вам на любой вопрос. О душе, о вечности, о будущих судьбах мира и нашей страны. А куда, когда мы умираем, куда душа убивается? Слушай внимательно, не перебивай. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Написано так. Верующий в Сына Божия, Иисуса Христа, что Он умер за нас, имеет жизнь вечную. Не верующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Евангелие от Марка, 16 глава. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. А в 25 главе Евангелие от Матфея говорится, и пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в огонь вечный с дьяволом вместе. А что надо делать, чтобы... А то, что нужно делать, говорит порок Иеремия, за 650 лет до новой Дорождества Христова. 2 глава, 13 стих. Два глаз сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. А выстекли себе водоёмы, которые не могут удержать воды. То есть разные авторы что-то считают, научные открытия. Ничего нет научного. Меня всегда интересовал вопрос такой, да? Вот там изначально было Адам, Ева, да? А где эти дальше появились? Кто появились? Если спать с противоположным полом, это грех. Содом и Гамора. Бог уничтожит это всё. Такие люди были в Содоме. При Аврааме ещё. И Бог сжёг два города. И в окрестные пять городов. Ну так, не прелюбодействуй, не возжелай жену ближнего. Всё прописано, да? А если Бог писал, что нельзя спать, ну, плотские утеки – это грех. Ну, и что? Как дети появляются тогда? Да написано одно. Господь сотворил женщину, нехорошо человеку одному быть. И сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Чем вы думаете? Сказал, не открывай ноготы матери, отца, сестры. Вот о чём говорится. Если мужчина ляжет с мужчиной, как с женщиной, да будет предан смерти. А почему тогда геи ещё не вымерли? А будут. Если ты желаешь избавиться от этого, тебе помогут. Езжай в Тунис или в Саудовскую Аравию. Руки назад, 25-й этаж и вниз головой. И что случится? Да. Я, говорит, ворую, не могу ничего. Я советую поехать в Саудовскую Аравию, Тунис. Судья только один вопрос спрашивает. Судить не будет. Какой рукой брал? Рука, отрубается кисть. Другой раз? Вторая, третий раз голова. Они умеют работать. А они, у них другая книга. Она очень сурово обращается с ними. Я не пытаюсь судить. Я говорю просто, эти люди очень знают правду. Я за гея спросил. Почему геи не вымерли? Потому что, вы посмотрите, это ролик вам ответит. Называется «Интервью с дьяволом». 12 минут. 13, можно сказать. Интервью с дьяволом. В лесу. Дьявол на земле. Избави нас от лукава. Не молитесь. Посты не соблюдаете. И поэтому дьявол правит бал. А если бы ты молился, как написано в 118 салон, 164 стих. Семикратно в день, да по 100 поклонов. Тебе бы по-другому все. У нас в стране Российская Федерация, а вы как будто здесь, 86,5% разводов в первые три года. А Надежда Крупская, жена Ленина Гаврила, 17% национальная катастрофа. Страна умирает. За время перестройки в Российской Федерации сделано 120 миллионов абортов. Во Вторую мировую войну во всем мире погибло 55. То есть две мировых войны прошло в женщине, в вагине ее. И что? И у нас в стране только есть один глава администрации, который запретил аборты. Государственным законом. Кто это? Кадыров. Кадыров. Рамзан Ахматович. У меня от него благодарность есть. У меня 38 томов книг вышло. Я по стране проехал. 650 городов проехали из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона. И ему подарил. И пришла благодарность. Если я буду молиться и в этого всего, там, ходить в церкви, да, но я, насколько знаю, то, что церковь – это просто офис. Это офис, это простой бизнес. Вера должна быть здесь. Да, здесь. Чтобы ты сам себя определял, не Словом Божьим. Бог утвердил. 16 глава, 18 стих Евангелия от Матфея. Господь говорит, я создам церковь, и врата да не одолеют ее. Это не Господь говорил. Это рукописные. Да, рукописные. Так ты написал человек. Так не трожь. Не трожь. Нет, но все надписи, которые вы сейчас произносите, это писал человек. Правильно? Какой? Назовите. Когда и кто писал-то? Ну, языком сказал, за каждое слово отвечать надо. Кто написал? Когда? Кто сказал? Писали. Ну, все, еще нету. Я отвечаю вам конкретно. Святое Писание Библии, Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 16-18. У вас еще нету, кроме того, что вы, может быть, обкуренные уже недавно были. Книгу, книгу. Кто написал? Написано так, внимательно. Написано так, я отвечаю, я отвечаю, слушай. Написано глуп, кто дает ответ, не выслушав. Я вам отвечаю. Апостол Петр говорит, писались святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. В течение 1600 лет примерно 40 авторов. Ни одна буква не исчезнет. Каждая история переписывается так, как удобно другому человеку. Знаете, никто бы не знал, какой вы глупый. Это вы говорите, завтра все узнают. Ну, что говорить? Переписывали когда, слушай внимательно, свиток, и каждая строчка, в конце строчки количество букв. И переписчик должен был буквы считать. Что вы городите-то? Я понял. Стоп. Один вопрос. Книгу, Библию писал человек? Я повторяю, что написано, а не своим умом. Писались святые, то есть не один, божьи человеки, около 40 человек, будучи движимы духом святым. Бог влагал им мысль, они ее излагали. Так, все, довольно. Так, если вы желаете больше узнать, слушай внимательно.